Мы с Андреем встретились как? Андрон пригласил нас, так как у нас были большие противоречия с отцом, с мамой, мы жили отдельно, для нас, казалось бы, совершенно было невозможно. С 19 лет мы снимали углы, комнаты, ездили в Перловку, снимали в Москве, в разных кварталах. Я большой специалист по московским съемочным квартирам был в то время. И у нас была в одно время такая комната, которую мы называли Тир или Пенал. Это бывший коридор, в котором было только одно, на торце окно, на первом этаже. Там соседи в майках выходили с бетонами. Такая классика, совершенно зощенковская классика была там. Одно время позвонил мне телефон и сказал, хочешь, я Андрюшу Тарковского приведу. Ну, для нас это было вообще тогда уже просто недосягаемая величина и большой авторитет, потому что он получил Золотого Льва уже в то время. Еще он не снимал Рублева, но он уже получил Золотого Льва в Венеции. Да, и мы, конечно, конечно, значит, он привел нас. Привел Андрея, Андрей пришел не один, он пришел с Вадимом Юсовым. И пришел, он тогда, это первое знакомство было, Володя Высоцкий пришел. А комната была такая, что вот Андрей сидел, например, спиной, он облокачивался на стену, а ногами упирался в противоположную стену. И он тогда же предложил мне, вот говорит, я сейчас снимаю Рублева. И мы встретились, и мы подружились. Мы подружились на много лет вперед, до предпоследнего периода. Мы были очень дружны. Мы встречались каждый день с Андреем. Он у нас ночевал. Мы выискивали по подкладкам повсюду какие-то денежки, чтобы найти просто на такси, потому что не было денег. Самое удивительное, что у Андрея тогда не было телефона. Он говорит, я уже был, меня уже вызывали в жюри какого-то Каннского или еще какого-то, я не помню точно, фестиваля. И когда спрашивали его, какой ваш телефон, он отвечал всяким, да сика, я не знаю кому еще, ну, таким людям, которые были там. А какой ваш телефон? Он отвечал, нет телефона. Они затаивались и не верили, конечно, потому что такого быть не можно. Но это была правда. Он мне тогда, в этот же вечер, он мне и предложил сделать Солярис. Был еще момент, когда, так как мы дружили, я часто заходил, когда был на Масфильме, и захотел к нему в группу. И однажды я услышал большой спор по поводу летуна в фильме «Рублев», потому что там была сцена с человеком, который прыгает с башни на крыльях. Почему он прыгал на крыльях? И Андрей все время говорил, ну, как сделать так, чтобы не было вот образа ангела, чтобы не было вот этой символики? И сидели художники, сидел оператор, и думали, думали, ничего не могли придумать. Все говорят, давайте крылья сделаем, может быть, из дерева сделаем. Давайте, нет, это тоже, это все равно, там вот это символ, не нужно это все делать. Нужно сделать, чтобы убрать этот символ. Давайте сделаем крылья из перьев, там, каких, тоже это символ. Это будет совершенно живая картина, получится ангел. И мне пришло в голову, я сказал одно слово, это должен быть мешок летающий. Это его потрясло тогда, и так это было сделано, с этого начинается Рублев. Он просил мне нарисовать этот эскиз, этот эскиз я нарисовал, он всегда его держал под стеклом своего стола, вот этот летающий мешок. Значит, это мой вклад был в этот Рублев. Он мало того, что он потом приглашал на съемку, я ездил из Венигорода к нему просто, чтобы подружить, чтобы там немножко попить вина, хотя мы тогда не особо много мы это пили, это редко было. И вот тогда же он, либо в тот момент, когда в этой длинной комнате увидел Ильичек, либо в тот момент, когда я предложил ему идею вот этого мешка. Но я помню точно слова, которые он сказал, что я тебя приглашаю совершенно официально работать на фильме «Солярис», который я буду делать в дальнейшем. Приступили мы к «Солярису», как его можно сделать, потому что выписали мне даже американский научный журнал. Ну, наука совсем не для меня, потому что я человек искусства, я человек исхожу только от эстетики. Я придумываю что-то, какой-то там мобиль, предположим, а потом дело ученых найти этому всему оправданию. Так мы это и делали. Многие думают о каком-то символе цвета у Андрея, но часто это бывало совершенно безвыходное положение. Кончалась пленка, ему давали только черную пленку, и он пытался ее оправдать. Это даже не всегда было задумано, идейно за исключением Андрея Рублева. Там-то отдельно сняты цветные кадры, только снята именно сама живопись, а все остальное черно-белое. Надо сказать, что был у нас такой журналист Стивенс, он английский, газеты, по-моему, какой-то, и он предложил нам посетить посольство и посмотреть фильм Стэнли Кубрика тогда, когда он только что вышел. Надо сказать, это «Одиссей 2000». Надо сказать, у Андрея вызвало это просто отторжение абсолютное, причем резкое отторжение. Именно он говорил о том, что именно так нельзя снимать кино, и особенно научно. Если ты снимаешь фантастику, она должна быть предельно земной, предельно нефантастичной, для того, чтобы поверить в это. Давай-ка делать мы с тобой, как мы сказали, мы решили, вот эту станцию, как разбитый старый автобус, который идет по улице, а не как космическая утопия будущего. И надо сказать, нас объединило в работе над этим фильмом самое абсурдное, казалось бы, это не любовь к фантастике. Мы никогда не читали фантастику и не любили ее. Волей судеб так случилось, что он снимал и Лема, и потом снимал Сталкер. Причем Сталкер ему даже, по-моему, больше немножко нравился, чем Лем. И дело в том, что мы думали, даже специально собрались с Вадимом Юсовым и с Андреем Тарковским для того, чтобы сделать, как можно больше избежать фантастичного и больше приблизить все событие к земле. Мало того, что Андрей даже написал новый вариант с Гринштейном, они написали новый вариант сценария, где две трети происходят действия на Земле, и только одна треть в космосе. Но встретили яростное сопротивление Лема. Он сказал, я запрещаю снимать мою картину, если будет такая трактовка моего Соляриса. И шел разговор о том, чтобы либо отказаться полностью от фильма, либо делать все-таки по конве этого романа. Эта дилемма, надо сказать, чтобы было поставлено все ребром, потому что были уже какие-то сметы на декорации, уже был какой-то первый этап пройден этого всего дела. И почему, несмотря на то, что я считаю, что Солярис, выдающийся фильм, даже для Андрея, Андрей все-таки в чем-то был не удовлетворен им, потому что он в какой-то момент увидел этот фильм другим. И он, значит, говорил, и он послал Лему, Лем написал письмо гневное абсолютно, что так или иначе. И пришлось снимать так. Но я ему предложил тогда сделать, а давай мы сделаем другую вещь. Давай-ка мы этот космос превратим в Землю, чтобы ты снимал так, как это все... А говорит, а как же вот эти космические всякие станции, вот этот все, весь этот дизайн. Говорит, а я говорю, сам предложил, а давай от всего откажемся. Сделаем эту космическую станцию как трехкомнатную квартиру. Квадратные окна, форточки открываются, сосульки висят там за ним. Безумно понравилась эта идея от Ара Василиани. Он просто был в восторге. Андрей хохотал ужасно и отказался от этого всего, потому что это не входит в его вообще... Потому что появляется некий комический тот, тот момент. Андрей всегда говорил, я лишен юмора, хотя это совсем неправда. Юмор у него был отличный, отличнейший. Но он считал, что его задача другая вообще в жизни, что он должен делать другие картины, и он отказался от этого. А так как он выступал против... своей эстетикой выступал против Феллини, против Пазолини, это совсем другое кино, потому что он искал, как бы, киноязык, язык, возможный только в кино. Феллини, он все время называл, что он делает, как бы, имитацию живописи, пытается создать в кадре. И получается не живопись, а так как реальные объекты заменяют написанные на плоскость людей, то, получается, живые картины. А с Пазолини у него были, как бы, внутренние несогласия, потому что он отождествлял во многом искусство кино с литературой. У него там были синтексисы, пунктуация, о котором он говорил, что в кино вот эти монтаж, это там, ну, и так далее, и так далее. Я там сейчас не могу подробно и детально исследовать этот вопрос. Но факт остается так, что для него был монтаж времени, это было кино, это только возможно. Поэтому было масса идей, которые поначалу, казалось бы, ему очень нравились, так как фильм гласит, что это фильм о ностальгии, но ностальгии не по стране. Может быть, поэтому я сейчас вот смотрю, он наиболее популярный на Западе стал «Солярис», потому что там нет прямой связи с Россией, потому что там связь как бы ностальгии по всей Земле, по земной цивилизации. И поэтому он очень международный, очень интернациональный фильм, в большей степени, чем какой-либо другой. Он не привязан таким непосредственным образом, а даже где привязан, там это становится лучше, потому что он через русскую, через какой-то там ручей с водорослями, он еще больше связан с Землей. Когда мы делали этот фильм, когда я сделал эти декорации, у нас был замечательный человек-сосед по этажу с Андреем, и его друг Лев Николаевич Лупичев. Он был, сейчас он директор космического комплекса «Прогресса». Крупная фигура, да, но он человек невероятной доброты и ума, и он был консультантом по этому. И он дал нам на прокат думающую машину. Тогда это были огромные шкафы, это не так, как сейчас, что-то там какая-то машиночка может что-то записать. Это вот мы из них тоже выстраивали свои декорации. И он должен был свое согласие или не согласие, возможно ли такое в космосе. Он сказал замечательную фразу, это все, это весь первый павильон, можно хоть сейчас запускать в космос. Вот это может быть солнечной батареей, вот это может быть еще чем-то там, какие-то электробатареи. А в самом деле я все шел только от эстетики, от искусства. Потому что я бросил, закрыл все журналы и стал придумывать двигающиеся объекты. Мы придумали, что такое существует перемена режима какого-то полета, когда невесомость на станции наступает. И вот там, значит, и герой, и книга, моя книга «Дон Кихот», и моя книга «Мир животных» летит с таблицей «Волка и гиена», я помню. Это книга из моего детства. Это все летело там вот вокруг, и даже свеча зажженная летела. Наум Клеймен показал мне совершенно... Я не думал, что это так выглядит. Они сняли... Материал в основном сняты там декорацией. Там, во-первых, квадратный коридор, который почти не вошло в картину. Там и коридор второго этажа с этими зияющими окнами, где я насыпал пол песком. Там очень интересно, с неровным полом получился... Ну, такой суперавангард, просто невиданный. И самое, конечно, удивительное – это зеркальная комната. Это какая-то осенила меня идея, потому что я сделал комнату. Это вот там по нашему сценарию должен быть город будущего, куда попадают они. Вот выходят они за пределы, это в город. И там уж как его сделать? Я придумал такую вещь. Я придумал сделать потолок, пол, все стены из зеркал только. Поэтому там все видно в преломлении миллионного раза, миллион раз. Причем мало того, что оператор должен был быть, и Вадим Юсов, на кране в зеркальном кубе. И только через узкую щель один только объектив смотрит. И туда предполагалось поместить мобиль, сделанный из неона, и людей, которые проходят в неоновых костюмах иногда. Причем-то достаточно 2-3 человека превращается в толпу миллион человек, в бесконечность. Это такой бродвей. Приехал, когда Акира Курасава, он попросил, чтобы на него произвела возможность построить такую станцию. И то, как она была сделана, такое сильное впечатление. Ведь надо же, ведь делала станция не только Масфильм, но делал завод Вилс. Это тот самый завод, который делал Институт легких сплавов, который делал луноход. Они делали по-настоящему все, как для космоса. И Акира Курасава попросил, чтобы в течение часа, он остался один, он хочет походить здесь. Он походил, походил, походил. Через час он оттуда вышел, что-то он записывал по-японски. И потом сказал, я бы хотел снять Дерсу Узала у вас на Масфильме. В каждой картине у него есть как бы квинтэссенция идеи. Это картина живописная, которую он снимает не как Феллини, делая живую картину, по мотивам чего-то из живых людей составляет. Но он просто снимает произведение искусств, в чистоте. В Ивановом детстве – это гравюра Дюрера, в Андрея Рублёве – это иконы, в ностальгии – это Пьеро де ле Франческо, и в последней тоже картине. Здесь же взят Брейгель. Он никогда не нарушал это. Он брал какую-то квинтэссенцию, как идею Земли, она у него здесь была в этой картине многослойной. И там вот ассоциации возникают с детством, ассоциации со снегом, ассоциации с собакой, которые там тоже есть у Брейгеля. Поэтому вот он и брал вот этого Брейгеля, который давал возможность сделать земное в космосе. В другом случае, земное сделать во время войны. В-третьем, земное во время каких-то невиданных других вещей. Каждый раз он возвращался вот к этому через живопись. Либо через поэзию, либо и то, и другое. В частности, он часто любил Цветаеву, любил Мандельштама, но больше всего он использовал своего отца Арсения Тарковского. Я бы не назвал Андрея Тарковского человеком такой воли, силы воли. Он как раз очень тонко чувствующий человек. Что не касается кино, он может все время идти на компромиссии, он типа плыть по воле-вол, абсолютно Андрей Тарковский. Но то, как она касается, он не потому, что он такой волевой, он просто иначе не может. Он весь художник, он все равно остается художником и остается самим собой.